участников нашей сегодняшней встречи. И я сегодня подниму такую тему, как сердце-сосуды. Особенно это актуально, когда очень жарко, душно, то есть млостно, то есть в этой духоте, в жаре, в высокой влажности особенно плохо дышится. И это касается не только больных людей, сердечно-сосудистыми заболеваниями, но и здоровых людей. На них это тоже отражается, они это чувствуют, потому что снижается работоспособность, выносливость, какое-то состояние, при котором хочется больше отдохнуть, какую-то тень, какой-то холодок, чем-то освежиться, охладиться. И как от этого спасаться, и как себя прекрасно чувствовать в такую жару, духоту, особенно для людей, у которых больное сердце и больнее сосуды. Прежде чем начать нашу тему, я всегда начинаю с первопричин, ведущих. Значит, ведущие первопричины, значит, в сердечно-сосудистом есть три моменты. Само сердце, которое как мышечный насос накачивает, качает кровь по большому малому кровообращению. Потом это сами сосуды, в каком состоянии, потому что состояние сосудов тоже играет огромную роль на самочувствии и на дальнейшем развитии состояния здоровья. И состояние крови. То есть от состояния крови тоже зависит очень сильно, насколько мы себя будем чувствовать. Я имею в виду жаркое время года, когда душно, влажно, человек потеет, устает, дети и взрослые. О! По крови, начну с крови. Значит, для того, чтобы очень хорошо себя чувствовать, то есть чувствовать духоты, усталости, ну вот таких, все, что связано с жарой, очень на первом месте стоит жидкая кровь, то есть в нормальной физиологической крови она должна быть жидкой, то есть элитроциты, красные, форменные тельца, которые переносит кислород, они должны быть расклеены друг от друга, отдельности, но не склеены в кучу, в такие, как сгустки. Вот. Что происходит, когда кровь сгущена? Значит, кровь сгущается от жары, от сильной духоты. Вот именно как раз вот эти условия. При разных причинах выгущается кровь, но я имею в виду, когда вот мы сегодня разберем именно вот эти состояния климатические. То есть человек сильно потеет, и у него, вы все знаете, что влага идет, как уходит с дыханием, с потоотделением, с мочевоспусканием, с опорожнением кишечника. То есть влага, кстати, уходит при стрессах, при нагрузках физических, разных нагрузках, вот, при определенных продуктах питания, особенно сладких, мучных, которые закисляют. На этих продуктах уходит влага из организма, жидкость. Поэтому кровь сгущается. А еще самая большая катастрофа, если люди не допивают воду, а ее замещают чем-то там, кофе, чаем, холодным компотом, какими-то коктейлями сейчас. Правда, такие прохладительные, да, напитки газированные, холодные там, всякие травяные. Но поверьте, что все напитки, особенно сладкие, газированные, они тоже обезвоживают, то есть вытягивают влагу из организма, в том числе и из крови. Кровь вгущается. Так вот, с густой кровью что происходит? Меньше переносится кислорода, страдает мозг. То есть усталость, вялость, какая-то вот такая, как тяжелая голова. Дальше вот эти вот густые сгустки, они могут соединиться, соединиться, образовать больше, и будет закупорка сосудов. Сначала маленьких капилляров, потом чуть покрупнее артериол, а потом может и магистральные сосуды. Кстати, у сердца есть две артерии, которые ее кровоснабжают. Из сердца выходит аорта, которая дает ветвление все многочисленные артерии, ну, практически на все тело. И в основании аорты есть два отверстия, из которых начинается левая и правая виничная артерия, артерия коронарис. Вот именно через эти артерии идет кровь, которая питает сердечную мышцу. Но не от аорты. Через сердце выкачивает из левого желудочка кровь. Ну, это и так немножко анатомия, да, рассказывает. Чтобы вы понимали, что сердце именно питается кровью от этих маленьких артерий. Потом эти две правые и левые отходят, огибают сердце. Одна левую сторону, сеть артерий капилляров, а правая правую. Если, не дай бог, забивается вот крупный сосуд, может быть, артерия, либо само основание, то наступает импарт, омертвение, некроз, сердечная мышца, мгновенная смерть. Либо, если маленький участок некроза, импарт называется, то идет острая ситуация, боли сильно теряют, человек теряет сознание, и его спасают в реанимации, в кардиореанимации. Меня слышно. Нормально? Вот. Про густую кровь хочу сказать, что у людей, у которых густая кровь, они очень плохо переносят жару. У них может повышаться давление. Вот. И быстро наступает уступка. Они сделали нагрузку на организм. И у них уже усталость. Что же самое касается и детей, и взрослых. То есть вот густая кровь, это причина непеременосимости жары, духа. То есть человек как бы... То есть в этой... Взять физиологию крови, и... Когда душно, то получается этот кислород, ну как человек вдыхает, он не с трудом, а как бы по физиологии, в легких, он проходит только маленькие легочные мешочки, через стенку, которая обмен. Из легких кислород в кровь, а из крови в... в полость этих альвеол, углекислый газ. Так вот, при влажном воздухе, кислород может быть при жаре, при духоте, он усваивается тогда, когда кровь жидкая, то есть расклеенные эритроциты. Проходимость должна быть. Абсолютно верно. То есть это густая, это как зато, как пробки на дорогах. То есть кислород... И, грубо говоря, эритроциты как маленькие машинки, да, то есть если они стоят, толку от того, что в них есть кислород, но они не могут его... Потом еще есть такой физиологический момент. Значит, один эритроцит переносит 36 молекул кислорода. Если эритроциты вот так вот склеятся в сгусток, то переносится где-то 5-6 молекул кислорода. То есть сразу теряется вот эта поверхность, на которой переносится. То есть очень важно, чтобы кровь была расклеена. То есть видите, практически на сколько? В 5 раз, да, когда кровь в 5 раз повышается уровень кислорода. Вот. Кстати, еще уровень кислорода в крови повышается от... Кровь у нас слабощелочная. Это PH. Слабощелочной баланс крови. Там получается очень маленькое, незначительное снижение в закисление. И кровь очень мало переносит кислорода. Маленькое расщелачивание. Там десятые... десятые доли. И кислород возрастает. Есть даже математический расчет. Поэтому первое, что нужно предпринимать, это пить природу в воду для разжижения крови, для поддержания физиологических констаток в крови. кислородно-щелочного баланса, энергетического заряда, наличие микро-макроэлементов в крови. Там шахров, это у нас солевод. Там много щелочных минералов находится. И из ведущих... Ведущие качества на воду является вода с фильтром Coral Mine. Вот у меня стакан воды. Видите? И плавает фильтр с Coral Mine. Это реликтовый коралловый песок Санга. По поводу он в воду возвращает в воде все природные свойства. Энергетические, энергетические. И когда человек начинает пить такую воду, то у него кровь начинает сжижаться. И плюс эта вода еще обладает бетокс-эффектом. Благодаря своей связанной густой. То, что я говорил, сгустки, эритроциты слипаются. Но и кровь может быть вязкой и жирной. Это уже другая сторона. Вязкая и жирная кровь зависит от чего? От работы ферментативной системы организма. То есть и от того, что кушает человек. Если он переедает, и эта пища не расщепляется до конца, не хватает ферментов. Ферменты у нас есть внутренние, которые вырабатываются, поджелудочной железой. Это смешанный орган эндокрины и экзокрины. И ферменты поступают с пищей. Свежей, сырой. То есть растения, овощи и так далее. Если человек переедает, оно не переваривается. Все это гниет, бродит. Вот эти остатки делают кровь с вязкой жирной. И еще момент, когда плохо работает поджелудочная железа, потому что она направлена не просто на переваривание, выделяет ферменты или эндимы, но и поддерживает в жидком состоянии жидкостную структуру, в том числе кровь и линфо. Поэтому в этом случае первый момент кушать еду, которая не сгущает кровь, стараться, конечно, и умеренно, то есть не переедать. Из продуктов, которые натурально помогут разжижить кровь, очень хорошо. Особенно это для людей уже пожилого возраста, преклонного. Я рекомендую воду с такими качествами, как с фильтром Coral Mine, который улучшает все свойства воды, и такой продукт, набор всех групп ферментов, это ассимилятор. Только его пить либо в стакан, либо на язык и запивать. Тогда идет очень хорошее расклеивание, разжижение крови, мягкое. И если у кого-то даже артериальное давление, то идет мягкая, плавная нормализация с высокого на свою норму постепенно. Что касается жидкой крови, на жидкой крови основывается получение результатов в спорте. То есть, все олимпийские чемпионы, чемпионы мира, любого уровня спортсмены, они могут достигнуть своих результатов только, если у них выносливость, силы, только если кровь жидкая, переносит 100% кислород. А как известно, при физических нагрузках идет очень сильное потоотделение, то есть, человек нагревается в физической нагрузке, усиливается обмен веществ, идет нагрузка на системы, на органы не в этом случае, и кровь сгущается. Тоже идет усиление обмена веществ, является внутренний ондотоксин. Любые токсины очень сильно сгущают кровь. Поэтому для спортсменов особенно важно пить воду, обогащенную натуральными минералами через фильтр короман, улучшенную свойств всех природных и с ферментами. И к воде очень важно добавить такой продукт, как вот H500 или H500. Это набор базовых щелочных минералов с водородом отрицательно заряженным, как водородная вода получается, мощнейший антиоксидант. Если или выпить капсулу, или капсулу высыпать на стакан, то вода приобретает свойства горной воды. Это район Северного Пакистана, где люди живут до 140 лет. А это с фильтром короман, это район долгожительства. Афинала, где люди очень много лет лидируют в книге рекордов Гиннеса по долгожительству. Секрет в воде, которую не пьют и в северных горных районах, и на этом острове. То есть тут вопросы. Что? Это тоже признаки крови. Да, это капилляры на ногах, это вопросы с печенью. У нас два органа фильтруют кровь. Кстати, я про токсины начал говорить. Если плохо идет фильтрация, в какой-то степени не выполняется очистительная функция печенью, почками, то кровь сгущается, а самый трудный подъем крови это снизу вверх, я имею ввиду нижние конечности. И получается, что как блок идет, она не может подняться и пройти через печень. Вот, и стоит, то есть застой крови. Обязательно разжать кровь, те продукты, которые чистят печень, есть программа специальная из натуральных продуктов уже проверенная, отработанная. Вот, и обязательно при правильном питании, потому что если все делать и не убрать продукты, которые сгущают, кровь нагружают печень, почки, то все это как бы ну, врачи, стоять на одном месте. Вроде бы делайте, результат будет либо маленький, либо никакой. по поводу токсина. Таки очень хороший вопрос, то есть по капиллярам был вопрос, да, на ногах, но получается, если снижена функция всех выделительных органов, особенно печени, потому что печень самый крупный орган фильтра нашего тела, она чистит венозную кровь от непарных органов брюшной полости, поэтому уже из печени кровь очищенная идет через печеночные вены в нижнюю полувену, которая впадает в сердце. Если кровь недоочищается печенью, по разным причинам, это отдельная тема по печени, то вот эта грязная густая кровь, опять загрязняет оставшийся бассейн всех жидкостных коструктур от крови до других. Значит, про H500 хочу сказать, что это уникальнейший продукт, который может помочь при самых острых, тяжелых ситуациях, что касается сосудов и сердца. У меня был случай, я путешествовал на Белом море, это север России, Салвецкие острова, Архипелаг. И там много туристов, в том числе иностранных, это было летом, потому что зимой там льды и очень холодно, это север, близко возле полярного крова, и лежало без сознания, все звали на помощь. Я подбегаю, у меня всегда с собой в дороге фильтры Coral Mine и H500, как минимум. Стараюсь больше, конечно, но это минимальный, то есть базовый набор. И я высыпаю прямо в рот две капсулки H500. А эта женщина была как белая, как полотно, как простынь, то есть она даже не реагировала без сознания. И буквально проходит Наташа, ну, я знаю, около 10 секунд, очень быстро. И у нее глаза открываются, потому что до этого и махали, и прыгали, и там ее трясли. Просто понимаешь, экзотическое место, да, и такая острая ситуация, то есть ну, оно запоминается на всю жизнь. То есть были разные случаи, но вот это заполнилось в плане вот, и оказалось, что у меня проблема с сосудами, с сосудами головы, ну, и там много всего. Она была где-то предпенсионного возраста, 50 плюс женщина, вот, и потом у них была вода, я говорю, воду вашу, питьевую, добавляйте капсулу H500, высыпать, потом мы пересекались, там у нас туристические дорожки, сходились на других островах или где-то, она себя уже нормально и выглядела, и чувствовала. То есть, вот эта минеральная композиция, щелочные минералы с отрицательно заряженным водородом, она может практически спасти жизнь человека, от сердечных вопросов, от мозговых, очень хорошо мгновенно разжижает крот, мгновенно, если заметили, я и без воды прямо высыпал в рот, то есть, слюна разжижилась, через слизистую ротовой полости прямо в кровоток поступила, и сразу, так как территориально близко головной мозг, да, из ротовой полости, то мгновенный результат, вот те, кто теряет сознание, вот, и желательно пить ее с водой, особенно, когда жарко, душно, я имею ввиду H500, тогда очень легко переносится, не чувствуется, даже в закрытом душном помещении человек ощущает, ну, как, дышит, он не чувствует, что млостность, там, он теряет сознание, вот такое, кстати, мой близкий знакомый, он водитель маршрутного такси, и женщина зашла, была жара сильно, несколько лет назад, а у него был с собой H500, он пьет эту воду, как бы, получил много результатов, ушли головные боли, хорошо себя начал чувствовать, и он видит, что женщина, вот, прямо, Наташа, уходит, вот, от жары, от духоты, это все закрыто, или воздуха ей не хватает, и он ей тоже H500 прямо, или она раскусила, или он высыпал, он не принципиально, пару капсул, она пришла в себя и на конечной остановке ее встретил муж, то есть, в принципе, он, возможно, спас ее, ну, от какого-то сердечного приступа, или еще от какого-то, это никто не знает, что там внутри происходило с организмом этой женщины, но я рекомендую летом, вот, комбинировать, вот, с фильтром Coral Mine и с H500, очень прекрасный напиток получается, во-первых, биологически доступный, вы пьете, и чувствуете, что напиваетесь, вот, ты заметила, Наташа, что многие люди, когда жарко, очень много пьют воды, покупают бутылку, за бутылкой, это о чем говорит, что бутылированная вода или другая вода, она очень в маленьком проценте усваивается, из-за того, что в обычных водах, фильтрованных, бутылированных, не хватает свойств природных, то есть, она очищена, но в ней нету, там, энергетических свойств, каких-то, биохимических, те, которые полезны для организма, и получается, что, в принципе, человек пьет воду, но напивается только 20-25% очищенной воды, бутылированной фильтром, то есть, и получается, что все время, ну, хочется пить, потому что напивает, усвоение маленькое, витра организма и не допивать, если сравнить вот такую воду с фильтром, H500, если человек начинает пить, ты намного меньше, но он напивается, он чувствует, что жажда удовлетворена, то есть, пить не хочется, и чувствует себя хорошо, первое, это экономия по деньгам, потому что каждая бутылка стоит денег, да, 2, 3, 4, 5 бутылок, второй момент, идет очень хорошая поддержка жидкого состояния крови, то есть, доносится кислород, это значит, хорошее настроение, раз, самочувствие, два, профилактика сердечно-сосудистых каких-то заболеваний, три, питание всеми щелочными минералами, вот в Коралмайн находится 70 микро- и макроэлементов в ионной форме, то есть, которые сразу усваиваются, организм не тратит энергию, там их как-то перестроить, лэйч 500 базовые, там, кремний, калий, магний, еще с отрицательно заряженным водородом, это антиоксидант, то есть, связывает, выводит яд и токсины, вот, а в условиях, особенно города, там экология грязная, не знаю, воздух, еще что-то, это очень, вот, таким образом, такой водой можно поддерживать микроциркуляцию, очень хорошую, мозга, сердце, удовлетворять жажду во время жары и духоты и, в принципе, осуществлять профилактику, ну, и третий продукт для воды, я сейчас все говорю о состоянии крови, да, чтобы она была жидкая, переносила пислород, поддерживала хорошее самочувствие человека во время жары и духоты, это продукт Пентакан, показывая, вот, мой любимый, мой любимый, да, он чудесный, да, вот я его открываю, распечатываю прямо при вас и тут есть вот такие вот таблетки, да, белого цвета, они, когда попадают в воду, такая шипучая, они растворяются, видно? угу, ага, то есть вода насыщается калием в ионной форме, в комплекте с витамином С и рибозой, вот такая вода, она очень хорошо тоже жажду удаляет, потому что она сразу усвоится и мощнейшая поддержка сердца, потому что сердце работает на главных минералах, калий и магний, вот, и включает калий-натриевый насос, то есть во время жары у людей могут быть отеки, либо на лице, либо на конечных сверх, либо внутренние отеки, и вот именно Пентакан шикарно нормализует обмен веществ, и водный, и солевой, включает вот эти калий-натриевые насосы, и вода начинает, токсические отеки начинают уходить внутренние, и плюс сердце очень хорошо поддерживается, сейчас, очень приятный вкус, такой прямо аж хочется пить все время, потому что, знаете, как те люди, которые занимаются здоровьем, они отличают уже, качественные продукты, от некачественных организм уже настроен, и сразу чувствуется, это как любые моменты по качеству, то есть природа красивая, там где моря, озера, или вернуться в город грязный, то есть разница ощущается колоссально, так же и по продуктам, есть продукты природного качества, высочайшего, их чувствуется, есть продукты химические, в том числе и напитки, и вода, вот, вот эти три продукта, Coral Mine, Pentacan и H500, это упаковка Hydra Max, то есть, которые по максимуму насыщают организм водой, не просто водой, а и с минералами, и с энергией, и с структурой, и с памятью, то есть, очень мощнейшая для здоровья поддержка, вот для женщин, скажу, что это мощнейшее омолаживание организма, потому что, если вода поступает и держится водный баланс, то нет высыхания, высыхание ведет к раннему старению, это отображается и внутри, и снаружи, и к потере резерва жизни, потому что тогда организм больше изнашивается без воды, потому что мы состоим из воды где-то на 70% плюс-минус от возраста, от пола, и все работает на воде, все доносится водой, потому что все клеточки, которые у нас находятся в любом органе, они через водное пространство получают и кислородное питание, и через водное пространство уходят продукты отработки жизнедеятельности, такси неят, поэтому крайне важный вопрос, особенно для здоровых понятно, а для болеющих тем более такой набор по лучшему воду нужно пить, и особенно в жару, когда дышится тяжело, и нужно, чтобы была жидкая кровь. Итак, мы остановились на качестве крови, и что нужно делать, причем я рассказал даже режим скорой помощи, в частности с H500, возможно, кому-то в будущем это поможет, потому что информация это практическая, проверенная на многолетней практике и спасшая жизнь многих и многих детей. Могу спросить? Да, да. Я буду медленно. Я буду медленно. Вот эти вот эти проволомы, проволомы, я знаю, я знаю, вот эти таблетки, да, которые приносят с собой, как я знаю, они практически не дают ничего. Не дают ничего. Море вляет 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 вляет. Вот просто как такое оно имеет действие на организм. Вот на сердце. Вот на сердце. Ну, смотрите, все таблетки направлены на какой-то симптом, на решение симптомов. Симптомы, это что? Боль, воспаление, покраснение, какое-то там закололо, там заболело, ну, не знаю, вот что-то беспокоит. Вот, и есть целый ряд препаратов, которые помогают быстро снять вот этот симптом, то есть, чтобы перестало у человека болеть или ушло напряжение, ну, то, что его беспокоит. Например, ну, корвалол, это, получается, есть ряд препаратов, которые успокаивают нервную систему, то есть, идет спазмолитик, то есть, снимает спазм, расслабляет, вот, но нужна, моя рекомендация, разбираться в первой причине, то есть, абсолютно. Он не решает проблему? Не решает проблему? Нет, он симптоматически может приостановить вот эту волю или беспокойство, но люди, которые не решают первые причины, они так на нем и сидят всю жизнь, только увеличивают дозировки. Как гасят, гасят вот этот вот симптом, синдром, вот, потому что, если, смотри, Наташа, есть причины, допустим, в здоровье сосудов, есть причины в густой крови, есть причины в самой сердечной мышце. Нужно разобраться, откуда идет эта боль, по какой причине. Корвалол, он просто, как бы, загасить, расслабить, там, снять напряжение, вот, валидол, корвалол, вот, что они могут, если ничего нет, это лучше, чем вообще ничего. Но на будущее человеку нужно задуматься, обследоваться грамотно и начинать решать вопрос, почему, по какой причине возникает вот эта вот с ним ситуация по здоровью негативная. к этому я рекомендую рекомендации, то есть не пожалеть свое время, разобраться, обследоваться и грамотный найти подход, тот, который ведет к решению убирания первой причины, потому что, если причину не убрать, следствия будут, следствия может быть много, постоянно будут возникать. Это можно спросить тех людей, которые пользуются корвалолом, валидолом, то есть они, грубо говоря, так ими не пользуются. Я их знаю, я их знаю, понятно. Я могу дальше продолжить? Следующий момент это состояние сосудов. Вот те люди, у которых сосуды твердые, закальцинированные. Тоже это, если у человека вымывается кальций, миллионы причин, сейчас тема не того, сосуды становятся твердые, как стекло, то есть они теряют эластичность, расширение, сужение, это важно, потому что, понимаешь, Наташа, вот многие люди думают, ну, что давление, оно всегда стабильное, то есть, 120 на 80 норма, и что бы ты ни делал, оно должно всегда быть таким. Это, ну, это заблуждение, потому что давление меняется от состояния человека. Вот он поприседал, давление поднялся. Это, как здоровая физиология, она поддерживает кровоток. Чем больше нагрузка, тем больше должно идти кислорода, питание, за счет, организм регулирует за счет давления, то есть он поддерживает состояние организма, чтобы он был здоровый при нагрузках, поэтому давление поднялся. Это нормально, когда при физических давлении немножко поднимается. Потом, если человек перенервничал, у него выделяется адреналин, суживаются сосуды, давление поднимается. Это другой механизм, это тоже нормально. Но это, как временные моменты, то есть, проходят физические нагрузки, давление пришло в норму, ушел стресс, давление пришло в норму. Единственное, что, если, допустим, взять стрессы, они постоянные, то это зашкаливание давления, оно как зациклится, как патологический рефлекс, и уже человек даже только вспомним, вспомним, начинает вспоминать о плохом, я не знаю, там, работа, там, родственники, ну, с чем, как репекс, он давление уже, ему не надо туда ходить, у него уже давление сразу поднимается. То есть, к чему я говорю, если сосуды плотные, твердые, как стекло, а с каждым годом у большинства, огромного количества людей, процентов 90, сосуды кальцинируются, то есть, они неподвижны. И, если что-то происходит, то они могут лопнуть, то есть, произойдет кровоизлияние, либо поднимется давление, но они не смогут доставить достаточное количество крови, то есть, пойдет потеря сознания, там, в общем, организм не сможет справляться с нагрузками, и будут перебои в здоровье, вплоть до потери сознания, разрывов сосудов, там, каких-то трагедий по здоровью. Поэтому, стенка сосуда, стенка сосуда, она имеет колоссальное значение, и вот у меня буквально два дня назад, да, я был на рынке, и мужчина, у него проблемы с сосудами на ногах, прямо такие, гроздья, тромбофлебит, и он меня сразу спросил, видно, что он много лет ищет вопрос, что-то делает, но на самом деле, делает, но недостаточно. И он говорит, что же нужно делать? Я начинаю с того, что говорю, из чего состоит стенка сосуда, то есть она состоит из белков и жиров. Ведущий витамин это витамин С, вот все знают, что при нехватке витамина С развивается цинга, это моряки, тогда в средневековье, помнишь, были даже летники, фильмы. Это абсолютно верно. И еще есть один минерал, это медь. Если не хватает меди, то развивается аневризма артерии, аорты, то есть она расслаивается, знаешь, как вот, как разлазается, то есть тонкая, и как прямо аж, ну, как трещины, что ли, появляется, и все, сильнейшее кровотечение, и человек погибает. Особенно это касается крупных сосудов. Ладно, мелкая артерия, ну, кровотечение местно, там, можно там забинтовать, как-то операцию успеть делать. А если крупные, то все, ну, поэтому, чтобы стенка сосудов была гибкая, эластичная, молодая, как можно дольше, это, в первую очередь, высокого качества полезные жиры, незаменимые жирные кислоты класса омега-3. Они на рынке разного качества. маленькая концентрация, чуть больше, средняя, но я рекомендую пить с концентрированной рыбе-жир. Это омега-3 из качественных сортов северных, северных морей. В частности, компания Coral Club, она выпускает высококачественные, по всем параметрам, продукты омега-3 на 60. Вот она прекрасно улучшает эластичность стенок всех стенок, сосудов, головы, мозга, сердца, почек, печени, то есть, неважно, на весь организм. И она еще способствует разжижению крови, потому что замечено, что у людей с севера, вот полярный, возле полярного округа, крайний север, да, у них нету инфарктов, инфарктов, потому что они много едят жирный, вот этой рыбы, там, аминь, японцы много, да, кушают, то есть, морепродукты, вот, замечено, да, этот факт. И дальше, это белки, потому что сама стенка, сосудов, состоит из белков, должны быть все аминокислоты, в том числе, незаменимые, не просто там 2-3 аминокислоты, 28, а желательно все, чтобы выстраивалась стенка, тогда сосуд тоже будет и молодой, и гибкий, и витамин С, витамин С бывает разного качества, с аптеки усваивается 3%, то есть, он синтетический, и организм, вот, про воду я рассказывал, да, что если нет свойства, она вся не усвоится, а лучшее решение, то есть, новейшие технологии на данный момент времени, это липосомальный витамин С, компания Коралл Клаф производитель, он биодоступный на 100%, быстро идет выстраивание, усвоение, дает очень колоссальный, колоссальный результат, вот, и, кстати, Омега еще профилактирует атеросклероз, отложение бляшек, на внутренней стенке сосудов, очень хорошо, потому что есть результаты, поэтому это не просто питание, но еще поддержка качественного состояния крови, вот, вот, в принципе, по сосудам я разобрал, что касается сосуд ниже пояса, это в основном вопросы печени, вот был задан вопрос, да, по капиллярам, вот, то же самое касается вен, неважно, это капилляры, артерии, вены, это все загрязнено печень, но, в принципе, печень сама по себе не бывает, как бы, отдельно, полузаблокированная, она вместе с кишечником, вместе с почками, вместе с лимфосистемой, то есть нужно работать не просто над печенью, улучшать ее фильтрационные свойства, и другие, но и всех выделительных систем вместе, тогда будет очень результативно, когда она все, потому что они все взаимосвязаны, как альпинистки, кстати говоря, если почки плохо фильтруют, печень больше берет на грустную фильтрацию, то есть печень слабо фильтрует почки, вот, и нужно помнить, что печень, через печень сбрасывается 50% грязной лимфы, то есть лимфосистема очень сильно завязана на печени, чем чище печень, тем чище, то есть тем лучше фильтрует, очищает печень, тем лучше и чище лимфа, 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 и по состоянию, и по лимфодренажу, это уже отмечено однозначно, поэтому все, что ниже пояса, это вопросы печени, но в комплексе со всеми выделительными системами. И, кстати, если конкретно тщательно заниматься, вот, здоровьем сосудов, то результаты, в принципе, уже видны через 3 месяца, через 3-4 месяца. Состояние крови, допустим, если вот грамотно, хорошо, уже через, ну, через 2 недели улучшений, через месяц уже видно, а через 2-3 месяца очень хорошее, потому что есть физиологические законы, то есть, у нас меняя, обновляется кровь, через 120 дней, это форменный элемент, а сама кровь, то есть, и плавно, и все через 3 месяца. То есть, ориентировка, ориентировка всегда идет, 3 месяца, это базовое время для обновления, конечно, больше, чтобы закрепить результат, потому что их разное состояние, сколько лет, сколько десятилетий, это длится, это нужно индивидуально разбираться с человеком. И третий момент по сердечно-сосудистой системе, это само сердце. Погу продолжить, да? Спасибо. Да-да. По сердцу. Да-да. Значит, сердечная мышца, она работает постоянно, нет отпусков, перерывок, то есть, это неутомимый труженик, еще внутриутробно запускается, и плода уже, она бьется, сердечко, ребенок рождается, бьется, и так до последнего дня, да? Поэтому сердце крайне важно поддерживать, особенно в жару и в духоту, потому что это связано с густой кровью, с нагрузками, много факторов, которые утяжеляют, отягощают работу сердца, она может, и может, оно изнашивается, оно перерывается, знаете, как из последних сегодняшних утратителей. Поэтому тут просто как, режим отдыха и работы, питание, такое, без перегрузов, ну, а по сердцу поддержка какая может быть? Это жидкая кровь, хорошее кровообращение, это я уже говорил, укрепление сосудов, тоже сказал, а само сердечную мышцу есть, ну, фантастический набор для сердца, называется, кардио-пак. Упаковка такая, в нем содержится тоже пентакан, улучшает микроциркуляцию, поддерживает само состояние сердечной мышцы, чтобы оно хорошо работало, то есть сокращалось, расслаблялось. Это магний, коралл магний, значит, коралл магний обеспечивает у нас хорошее состояние сосудов сердца и обеспечивает проводимость, сердечную проводимость, то есть, чтобы хорошо был ритм. У сердца есть автономная нервная система сердца, поэтому магний для проведения вот этих нервных импульсов, автономности. Дальше, там входит коэнзин Q10, это убитхинон еще называется, он поддерживает энергию сердечной мышцы, чтобы она, вот, если пить хорошую воду, мы продлеваем себе жизнь, грубо говоря, потому что она дарит энергию, там, и оздоравливает, точно так же коэнзин Q10, он продлевает жизнь, сердце облегчает нагрузку, и сердце не так устает, потому что он дарит ей дополнительную энергию, и она как бы быстрее восстанавливается, не так устает, вот такой образ, да, то есть, мы создаем санаторные условия для работы сердечной мышцы вот этим, тем более, что коэнзин Q10 приостанавливается, собственная выработка организма, где-то после 25 лет, где-то около 40, его вырабатывается меньше 50%, очень важно извне пополнять, и таурин, таурин прекрасный продукт, он и для сердца, и для глаз, и для общего состояния, для сердца, он препятствует атеросклерозу, чтобы не образовывались бляшки внутри сосудов, и таурин обеспечивает синергию, то есть, все эти продукты, пентакан, коралл магний, коэнзин Q10, он увеличивает их эффективность, работу, то есть, вот он, знаешь, как зажигатель, как триггер, как еще есть слово такое, в общем, он их усиливает работу, вот, таким образом, кардиопак, еще является, может быть, домашней аптечкой, но, например, если закололо в сердце, или, знаешь, схватило сердце, бывают, сердечные, такие моменты, вот, разжевать во рту, минимум, три капсулы, лучше четыре, лучше пять, она такая мягенькая, жиденькая, и подержать во рту, не глотая, очень-очень помогает, и вот это, снимается боль, напряжение, прекрасно, прекрасно, коралл магний, он еще действует, хорошо укрепляет нервную систему, то есть, он нормализует, вот этот, нейтрализует стресс, потому что от болей идет повышение, как бы, внутреннего стресса, да, человек переживает, ну, пентакан, это микроциркуляция, поддержка сердечной мышцы, вот, в принципе, мы разобрали самые главные моменты, ключевые, если даже сделать то, что я говорю, уже будут колоссальные результаты, колоссальнейшие, просто, знаешь, Наташ, в чем, в чем смысл, в том, что от желания человека, насколько он себя любит, позволяет себе, и хочет быть, чувствовать себя хорошо, и жить, сколько, то есть, вот, я заметил, что многие люди тратят колоссальные деньги, на строительство, на машины, на, не знаю, ремонты, на, ну, все-все-все, откладывая свое состояние на потом, почему? Потому что кажется, что у нас, как бы, здоровье бесконечно, жизнь бесконечна, это у них там где-то, а у меня как бы, вот, и когда, они когда стоят на, когда что-то заболит, ну, в принципе, так, живет 95 где-то процентов людей, но на самом деле, понимаете, да, можно, как, когда острая ситуация, помогает спасать, но намного приятнее, когда предупреждать, вот эти все состояния, да, удушья, задышки, потери сознания, болеев сердца, какие-то там, дела с сосудами, потому что это все потом выходит на первое место, и человек бросает все, ремонт, машины, там не знаю, чем он занимается, и только начинает заниматься здоровьем и вкладывать огромнейшие, колоссальные деньги на больницы, на капельницы, на лечение. Хорошо, если на то, а не ищутки для пересадки. Ну, это, ну, ну, понимаешь, наша тема сегодня, о мудрости, мудрости человека, который понимает, что если он сейчас не занимается здоровьем, то придется платить огромные деньги, то есть, сэкономив сейчас, образно говоря, ой, а это стоит столько, это столько, ну, можно не покупать, экономить, но потом придется платить очень дорого, потому что все эти сердечно-сосудистые дела, это, причем, еще непонятно, какие будут осложнения и чем потом нужно будет, я же знаю, чем заканчивается операция на сердце, потому что у нас родственники прошли эти операции, то есть, это всю жизнь будут пить дорогостоящие препараты для разрушения крови, всю жизнь на учете, всю жизнь там, если питание не так, то есть, оно сгущает, кровь загрязняет, то повторно операции делают на сердце, эта тема очень такая, ну, спросите, вот кто слушает наш, спросите тех людей, у кого родственники побывали в больницах, сколько это стоит, чем это заканчивается, они вам все расскажут, потому что, в принципе, они независимые эксперты, это проверить на себе, стало быть, душно, вот сделайте то, что я предполагал, получите собственные результаты, вы убедитесь, если это вам, это ваша кредо, ваш принцип, пользуйтесь на здоровье, и, поэтому, наша, а дело людей уже, решить, воспользоваться или не воспользоваться, в принципе, я осветил тему, Наташенька, я так смотрю, очень хорошо, спасибо большое, вижу, что вопросов нету, поэтому я буду закругляться, сюда, за, очень полезно,